Рабочий день депутата Палаты представителей Веры Широкой начинается с мониторинга цен. Первый в списке визита универмаг. На контроле стоимость социально значимых товаров в первой необходимости. Важно не допустить их в необоснованный рост. Это отметил и в своей речи на Всебелорусском собрании президент. При поступлении продовольственной группы товаров сразу ведется первоначальный контроль по поводу повышения отпускных цен. Предельные торговые надбавки не превышают допустимый уровень на социально значимые группы товаров. В перечне 62 позиции. 57 из них продукты питания, 5 – средства гигиены и хостовары. Например, мыло и подгузники. В общем, все то, что ежедневно попадает в корзину белоруса. Молочка, крупы, яйца, мясо, курица, рыба, колбасные изделия, хлеб, сахар, мука, яблоки, овощи. Подорожать эти товары могут не более чем на 0,2% в месяц. В течение каждого месяца, вот мы работаем неделю в округе, мы имеем возможность отследить, есть ли рост цен. На сегодняшний момент, я думаю, ни для кого не секрет, что мы видим, что есть вопросы по растительному маслу. Мы видим, что есть вопросы по ряд привозных товаров, например, сыры. Рост цен обоснован тем, что на дне производятся эти товары в Республике Беларусь. Ну и, наверное, вот эти надбавки, которые отпускные цены, стали причиной в том числе и роста отпускной цены. На сегодняшний момент итогом вот этой работы, проводимой, которая началась в прошлом году, стало принятие постановления Совета министров номер 100 от 23 февраля о временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости. Руку на пульсе, впрочем, держит и руководство универмага. Потерять покупателя, значит, недополучить прибыль. Например, каждый четверг здесь акционный день. Действует скидка до 5% на продовольственные товары. Как ни крути, но вопрос о том, как меняются цены – тема народная. Все есть, слава богу. И получишь, как он уоленит. А цены как вам? Нормально. Как у других магазинов, здесь ничего хорошо. Следующая точка – магазин шаговой доступности на Минской. Здесь, на удивление, целый список продуктов, розничная цена на которые меньше, чем допустимая надбавка. Среди них сахар, сливочное масло, гречка и рис. Но, как показывает практика, бюджетные цены могут быть не на каждом прилавке мини-маркета. Были ряд вопросов по растительному маслу, по сырам. Но, когда я обратилась к субъекту хозяйствования, выяснилось, что мне показали отпускные цены поставщиков. И действительно, получается, предельная надбавка нарушена не была. На сегодняшний момент, если такие выявляются моменты, сама же исполнительная власть осуществляет это, и Министерство антимонопольного регулирования принимает решения по каждому субъекту. Если действительно такое есть, приходится цены, скажем, возвращать на это место. Мониторинг цен продолжится и дальше. Это поможет избежать ценовых перекосов, как со стороны торговли, так и производителей. К слову, изначально предельную надбавку установили на три месяца, затем продлили до конца года. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.